Почему мы, я надеюсь, сегодня успели научиться? Мы с вами обсудили, как измерять расстояние между словами, опираясь на буквы. На буквный состав, и на то, что буквы в словах идут в некотором порядке, это было для нас довольно важно. Мы измерили расстояние Хемминга, измерили расстояние Эйленштейна, обсудили, почему применимо расстояние Эйленштейна, потом перешли к измерению расстояния между текстами. Там мы перестали обращать внимание на порядок. Мы стали обращать внимание только на частотность, потому что с порядком все это работает на текстах, а гораздо более. И вот, опираясь на частотность, мы измерили расстояние несколькими геометрическими, несколькими статистическими способами, дальше посмотрели, какие из пример оказываются наиболее эффективными, и вот, введя некоторый способ оценки качества Эйленштейна, претикнуло то, что для текстов самыми лучшими являются геометрические меры, в частности, панхеттинское расстояние. То есть мы представляем текст в виде точки в n-мерном пространстве, по количеству текстов, в виде точек в n-мерном пространстве, по количеству слов, которые есть в словаре, дальше измеряем панхеттинское расстояние между ними, и это оказывается действительно оптимальным способом о вычислении того, насколько близки или далекие тексты. Ну, на этом у меня всё. Спасибо за внимание. Казалось бы, лингвистика должна заниматься не отдельными словами, а связями. Существуют ли какие-то способы получить приемлемый результат, если смотреть не только на отдельные слова, но и пытаться считать, какое слово с каким связано? Тогда можно то же самое делать на других уровнях. Например, на уровне статистической связи мы можем записывать в словарь не просто слово «кошка», например, а слово «кошка» в функции, подлежащей. Значит, частоты словаря у нас будут в словаре «кошка» в функции, подлежащей в 3 класс 15 раз, «кошка» в функции «дополнение 3 класс 11 раз» и так далее. Но вот здесь ответ – это одна возможность, это развивающая эти меры. Ответ у меня будет неутешительный. Я боюсь, что даже немножко грустный для задержателя лингвистики. Можно мерить по словам, можно мерить по сочетаниям слов, можно мерить по статистическим связям, по четверечным моментам и так далее. Но оказывается, что лучше всего работает наибольшее качество сравнения текста и измерения расстояния именно с точки зрения меры как высокосвестности или сходства достигается даже не на словах, а на символьных биграммах, на сочетании букв. Я представляю, часто это оставаясь в сочетании из двух букв. На вас расстояние будет измеряться надежнее и лучше всего. А так можно пробовать разные другие вещи. Можно пробовать еще, например, рисовать графы связи между словами. Например, в словах, которые встретились вместе в предложении, можно объединять ребром на графику, увеличив на единицу местного ребра, чтобы учесть и частотность. Тогда дальше можно сравнивать графы между собой. Но вот такое вот прискорбное ответствие на том, что на первом месте по качеству все равно оказываются методы, основанные на чистотностях. Вот таким образом, причем лучше всего чистотность в двух буквах, в двух буквах. Слова идут чуть, наверное, отдельные слова идут чуть ниже, чем. Нет, но это удивительно, потому что, когда мы отделяем, вот, это называется, по всему видать, что вот этот человек соблюдает какие-то правила, этот не соблюдает, а получается, что надо смотреть, слова-то у них одинаковые будут. Разве нет? Да. В чем я реализовал эксперимент, что здесь мероприятие, как и все, что здесь делалось, как больше, здесь современной компьютерной мистике, на Питоне. В Питоне есть готовые библиотеки, которые позволяют это сделать, в частности, для графов, да? Эксперимент это уже скорее готового мало, да, там приходится много писать самому. С графами, естественно, есть, например, библиотека, которая называется NetworkX, где все эти функции реализованы. У них реализовано нахождение наименьших расстояний, установление компонентов связности, рисование, визуализация, это что рекомендую NetworkX.